Визит первого вице-премьера страны начался с посещения строящегося Гейт-Сити. Это один из будущих городов-спутников Алматы. По планам его территория превысит тысячу гектаров, а поселятся в нем 60 тысяч человек. На сегодняшний день в Гейт-Сити уже построили объекты газа, электро и водоснабжения, дорожную инфраструктуру. Завершается и возведение котельной. Предусмотрено там и строительство индустриальной зоны. Тем самым создаются все условия для привлечения инвестиций. Уже есть шесть проектов индустриальной зоны, которые крупные транснациональные компании, в том числе, привлечения, по обрабатывающей секторе. Я думаю, это хороший вклад будет в развитие экономики, алматинской агломерации и будет оказывать влияние на развитие экономики города Алматы в том числе. Создадут и максимальные условия для автомобилистов. Так, по поручению первого вице-премьера Оскара Мамина, уже с апреля следующего года начнется реконструкция участка дороги в районе рынка Алт-Норда. Эту территорию планируют расширить до 10 полос. Тем самым получится существенно разгрузить этот проблемный участок. Уже до конца года откроется и новая транспортная развязка на пересечении улиц Северное кольцо и Букиханово. Ее пропускная способность 60-70 тысяч автомобилей в сутки. Кольцо развязка мы планируем открыть движение до конца следующего года, а задача объекта запланирована на следующий год. И в следующем году Акиматом города планируется строительство еще двух развязок на транспортном кольце Терресково-Ямцово-Рысково-Куржинский тракт. Это начато строительство пробивки улицы Форума в сторону Жен-Сугорова. И когда Жен-Сугорова соединяется с улицей Сифулина, там мы предусматриваем строительство еще одной развязки. Ознакомился сегодня первый вице-премьер исходом строительства алматинского метрополитена. Аскар Мамин поставил задачу завершить станции Сарар-Ха и Достэк к 2020 году. Это позволит увеличить пассажиропоток два раза и, соответственно, разгрузить город. В день 90 тысяч перевезти, после 5, это сильно разгрузит город. То есть это на самом деле очень важный проект. Причем вся транспортная система города будет действовать согласованным. К примеру, для удобства передвижения горожан автобусные маршруты будут подведены к станциям метро.